Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? Мы на субботнике! Ура! Если брежет зорька ясная, значит будет день хорош. В куртке старой и промасленной на работу ты идешь. Мы встретили его в поле. Здравствуйте, товарищ Зефиров. Уйди! Здравствуйте, Ольга Николаевна. Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов. Что побуждает жителей нашего города выходить в субботник, в свой выходной, на такие мероприятия? Мы называем этот день День добровольного служения городу. Мы очень любим свой город, а наша школа – это часть города, поэтому мы хотим, чтобы школа у нас была облагороженная, красивая, чтобы всем было здесь приятно. Спасибо! В такое утро раннее шаг твой громкий будет всем. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Люди и цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночью. Цветы мне? Тысяча чертей. Мисс Диана, что с вами? Ирина Львовна, вы как главный цветовод нашей гимназии, скажите, пожалуйста, чем мы порадуем наших учеников и учителей сегодня? Какими цветами? Мы порадуем цветами, которые мы посадили с ребятами осенью. Это тюльпаны, которые скоро зацветут. Зацвели у нас первоцветы, вот новые примулы. Там у нас цветут, видите, разные виды примул. Желтая, малиновая, бадан у нас красиво зацвел. Гиацинты, которые учителя нам презентовали осенью, мы их посадили с ребятами и уже зацветают. Очень вкусно пахнут. Ну и наши традиционные тюльпаны, правда? Да, и дети первого класса посадили нарциссы, которые уже зацвели, и скоро зацветут тюльпаны. Будет у нас очень красиво. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не богом создано, это сделал только ты. Скажите, пожалуйста, вам приятно делать территорию нашей гимназии красивой? Конечно же приятно, чтобы все красиво было, когда приходят родители, с детьми. Все, и себе приятно. Я, мы, наше поколение хочет знать, для кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание? Да, в чьи. Скажите, пожалуйста, что побудило вас прийти сегодня в этот замечательный солнечный субботний день к нам в гимназию на субботник. Приятно провести время на улице утро. Не знаю, как вам, но мне нравится проводить время с друзьями. Хорошо. Я пошла вместе с тобой. Особенно поработать с друзьями вместе, да? Да. Я пошла сюда, чтобы подыхать свежим воздухом и украсить немного в гимназии. Ты построил эти здания, ты направил русло-рех, нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Вот есть традиция проводить выходные дни на приусадьемном хозяйстве. Как вы относитесь к нашему сегодня замечательному? Жалко, что погода такая. Вот на той неделе было солнышко, надо было на той неделе проводить. Вот. Вот. А так дождь пошел. Плохо. Ну, мужественно, да? Плохнуть. Да. Ну, ладно, что же делать. Терпение и труд все третут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит раз наша, и весь осмотрит ладкового кно. Маша чай мне наливает, а в горе ест так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. Я пошел мне работать. Погоди, ну что ты. Так у нас не положено, Балыч. Теперь надо посидеть. Ну что ты. Хорошо сидим. Продолжаем. Спасибо.